Для получения инфракрасного излучения воспользуемся проекционным аппаратом. Такой аппарат имеет мощную лампу накаливания, в спектре излучения которой присутствуют инфракрасные лучи. О наличии инфракрасного излучения будем судить по его тепловому действию. Направим световой поток аппарата вертикально вверх, сняв с него объектив. Перемещая в световом потоке лист бумаги, отметим то место, где световой пучок, преломлённый конденсором аппарата, имеет минимальное сечение. Поместим в это место чёрный лист копировальной бумаги. Лист быстро вспыхивает, что свидетельствует о концентрации в зоне его расположения инфракрасных лучей. После преломления инфракрасных лучей линзой, их пучок начинает сходиться. Посмотрим, что произойдёт с головкой спички, если её поместить туда, где диаметр инфракрасного пучка имеет наименьший размер. Пропустим свет сквозь обычное стекло. Снова поместим на его пути чёрную бумагу. Бумага снова загорелась. Теперь воспользуемся стеклом особого состава. Такое стекло пропускает видимое излучение, но чёрная бумага при этом не загорается. Поглощение инфракрасных лучей можно наблюдать, пропуская свет через толщу воды. Видно, что свет проходит сквозь слой воды в кювете практически без поглощения. Но теплового действия прежней интенсивности он уже не оказывает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...